Вот почему Андрей Илларионов, известный политолог, известный экономист, историк, иногда загоняет такую чушь несусветную, например, он говорит, что вдевает Путину корону легенды какую-то, что он собиратель земель русских, то есть придает ему, прибеливает окраску некоего, ну, чуть ли не хорошего парня. То есть на террориста Путина, никченого с комплексом неполноценностей, он одевает корону собирателя чуть ли не русских земель, то есть он этим оправдывает, как бы Путина дает ему сигналы, что ты смотри, Путин, не убивай меня, потому что Андрей Илларионов уже побздюхивает, уже немножко побаивается, что Путин может применить к нему такие санкции, как к Литвиненко или Скрипалю. Где-нибудь травануть ему полонием или еще какой-то хренью, если он тотально будет его вот так вот нести, а вот когда он будет придавать Андрея Илларионов на Путина, придавать Путину такую окраску некоего, такого легендарного куска Рюриковичей, который что-то там собирает. Ну вот к примеру, что он собирает с венграми, с мадярами, начал какую-то хрень, сейчас собирается какая-то пресс-конференция у них, что Украину надо топить, что она себя неправомощна, неправоверна и как-то еще там херно ведет на сцене международно, не дает развиваться в Украине мадярскому языку, венгерскому. И вся эта Рашкинская путиняшная гамадрилия, вся пропагандония, все да аплодируют, да-да-да. То есть бред полностью нелогичный, причем тут собиратель, он типа Рюрикович земель якобы русских и тут же он мадяром, а кто такие мадяры, они пришли из-под Урала, вот пускай туда идут и качают там свои этнические национальные права уральские. Потому что наши этнические украинцы, которые живут на Урале, они там права не качают, они хотят наоборот, чтобы там была чуть-чуть хотя бы Европа, чтобы там не было говна путиняшного, продажного, антироссийского. А на деле, получается, мадяры, венгры живут себе сколько там столетий в Европе и гадят этой Европе, сосясь с террорюгой Путиным, которого по бздехиванию, по боязни, таки, к сожалению, Андрей Иларионов иногда, спасая свою задницу, боясь быть убитым, все-таки он Светоч, Андрей Иларионов, хороший человек, но боится быть убитым. Поэтому нести он, чтобы политология, историка, вещь он нести не может, потому что там он грант, там еще что-то, а нести так, чтобы еще его и не убили, вот изворачивается, к сожалению, как может.